Преступление против пожилых людей. Это понятие может стать отягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Такой законопроект находится на согласовании в правительстве страны и в Верховном суде. Многие эксперты уже сейчас отмечают положительные аспекты этого нововведения. Пожилые люди все чаще становятся жертвами различных преступлений. Причем наказание не всегда адекватное. Так в Барнауле пьяный мужчина избил 61-летнего сторожа поликлиники. За переломы переносицы, челюсти, множественные ушибы и ссадины нападавшего суд приговорил к одному году ограничения свободы. В октябре этого года в нашей области суд приговорил к реальному сроку заключения напавших на ветерана Великой Отечественной войны. Но чаще всего пенсионеры попадаются на удочку мошенников. Я к вон в милицию попала на 25 тысяч. Я говорю 5 тысяч. Нет, это мало. Я гляжу, это не Андрей. Слушай, теперь это. Ну, сколько сможешь? Я говорю, ну на то пошло, раз клюньте на 11 тысяч. Я говорю, 11 тысяч я смогу достать. Механина преступления выглядит следующим образом. То есть ночью, основной промежуток времени, потерпевшему звонят на сотовый телефон, на городской номер телефона, то есть стационарный. Могут представляться родственниками, попавшими в беду. После этого другой человек, представляясь сотрудником полиции, забирает телефон и рассказывает схему того, что человек попал в беду, нужны деньги для освобождения. В Госдуме на это обратили внимание, решили, необходимо ужесточить наказание за преступления в отношении пожилых людей. Само понятие пожилой человек станет оттягчающим обстоятельством. В уголовном кодексе, как оттягчающее вино обстоятельства, есть использование беспомощного состояния потерпевшего. Сейчас введено в отношении малолетних. Это в основном, конечно, по сексуальным преступлениям. Ну а старики, они ведь уже начинают быть как дети. Возраст, доверчивость, уже чувство опасности исчезает. Поэтому я считаю, что это лишним не будет. Эксперты говорят, такое нововведение позволит сократить количество подобных преступлений, по крайней мере, хуже не будет. Ведь если такой законопроект примут, а это вероятнее всего, то преступникам за подобные деяния, как говорится, могут и накинуть пару-тройку лет за решеткой. Что удивительно, в 90-е на пенсионеров преступники не так обращали внимание, нежели сейчас. Наверное, это и подтолкнуло депутатов предложить ужесточить меры в отношении преступников, которые совершили преступления в отношении пожилых людей. Александр Жарков, Петр Рукин, Ориент ТВ